Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства. На этой неделе хотелось бы начать с зеленых насаждений в нашем городе. С каждым днем в Одессе это становится теплее и с уверенностью могу сказать в Одессе становится зеленее. На этой неделе общими усилиями нашего департамента ТКП Горзелентрест, а также целого ряда общественных организаций были высажены 1700 кустов и 700 деревьев, которые сформировали целый зеленый этот туннель по 18 маршруту нашего трамвая. В дальнейшем я уверен, что этот опыт очень хорошо себя покажет и будет это множиться во всех районах города. Хотелось бы еще раз отметить, что это наверняка не первый, но очень удачный опыт совместной работы нашего ТКП и общественных организаций. И это говорит лишь о том, что общими усилиями мы действительно можем добиться многого. Также хотелось бы вернуться к бытовым отходам. Наверняка все видели в городе специальные контейнера по сбору пластика. Сейчас еще в Одессе появятся отдельные контейнера по сбору бумаги, макулатуры. И мы будем делать упор в дальнейшем на сортировке мусора на ранних этапах. Будем создавать эту культуру сбора бытовых отходов в городе. Основным оператором будет наше КП Одесска Мунтранс. Будем формировать эту культуру сбора бытовых отходов. Это основным оператором по сортировке и вывозу бытовых отходов. Именно сортировке на ранних этапах по пластику, по бумаге, по макулатуре будет наше КП. В дальнейшем эти контейнера будут в городе появляться по всем, как спальным районам, так и в центре города. Поэтому давайте сортировать мусор на самом первом этапе, на этапе сбора мусора. Сделаем наш город чище и зеленее, как мы уже сегодня говорили. На этом, наверное, все. Всем хороших майских. О текущих новостях, о текущей нашей работе вы можете узнавать из социальных сетей. Все наши КП, все наши ЖКСы сейчас активно себя ведут в Фейсбуке. У всех КП, у всех ЖКСов есть сайты, поэтому новости о их текущей работе вы можете черпать оттуда. Как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!